Ари Кришна, друзья, телеканал Кришна ТВ. Мы немножечко поговорим сегодня с Патита Паваной Прабух, через этого дня, Дня Явления Господа Гауранги. Патита Павана Прабух, Ари Кришна, скажите, как Вы проводите этот праздник сегодня? Провожу его, как все. Вот мы поем, пляшем. Собственно говоря, праздник — это когда ты ни о чем не думаешь, кроме Господа Читания. И когда праздник посвящен Господу Читании, вот о нем только и думаем. Поэтому ничего особенного, в принципе, нет. Просто отдать весь свой ум размышлениям о Господу Читании. Это и есть праздник. Это естественное праздничное состояние, которое возникает в нашем сердце, когда в нем ничего нет, кроме Господа Читания. Ари Кришна, спасибо. Патита Павловна Прабух, что бы Вы пожелали? И всем ващнамам всего мира в этот день. В праздник мы как раз и тренируемся вот так вот сосредотачиваться на чем-то одном. Это совершенство йоги, когда ум сосредоточен на чем-то одном. Если то, на чем мы сосредоточены, действительно истинное, действительно настоящее, действительно ценное, то это и есть совершенство жизни, то это то, что приводит нас в это настоящее праздничное состояние, чего, собственно говоря, всем Вам и желаю. Ари Кришна, Патита Павловна Прабуха. Ари Бог. Полубог смерти тоже ежедневно приходил в дом Матери Шачи. И он ежедневно наблюдал за ливами Господа Читания. И однажды, смотря на все это, он подозвал своего помощника, Читрагубту, который записывает все наши грехи, всю нашу карму, хорошую, плохую. И он спросил, слушай, сколько грехов у этих двух негодяев? Можешь подсчитать? Просто справку, да, мне вот справка нужна, просто хочу знать. Вот смотрю на всю эту историю, скажи цифру, сколько там грехов-то. И Читрагубту загрустил. Сказал, есть проблема. Не могу сказать. Не получается посчитать. Мы тут всем отделом, вся бухгалтерия у нас тут трудится. Я все время, когда вижу бухгалтерию, там все время все остаются после работы, тяжело трудятся. Что там в бухгалтериях все время такое происходит с цифрами, что они все время как-то после работы остаются, еще работают допоздна даже, что-то домой берут. Это вот какая-то вот оттуда еще и с той бухгалтерии тянется какая-то традиция. Все время не успевать все посчитать к отчету. И я мараж, спросил Читрагубту, давай отчет. Сказал, не могу дать. Считаем. С рассвета до заката. Домой не идем. Остаемся, считаем. Уже все счеты стерлись. Не можем посчитать. Не можем. Когда секретари, подчиненные вот этого Читрагубты, садились переписывать все грехи этих двух мошенников, они ничего не могли сделать. Сколько бы они не записывали эти грехи, все равно окончательно не могли их все переписать. Их становилось только все больше и больше. Этот список все пополнялся, пополнялся, пополнялся. И эти вот щитоводы, эти писари, они жили в вечном беспокойстве. Кто-то из них уже хотел покончить с собой. Потому что мы не можем сделать свою работу. Они приходили к ямараджу, падали на колени. Мы не знаем, что делать, мы не справляемся. Может нас уволить на днях каких-то других щитоводов. Мы не можем посчитать. Мы не можем справиться с этим служением. Так что у кого не получается справиться с каким-то служением, не расстраивайтесь. То есть это какая-то такая тоже космическая традиция. Все время немножко не успеваешь с чем-то справиться. Все время легкое опоздание происходит или что-то как-то не так идет. Это вот космическая традиция. И число грехов Джагая и Матхая было настолько велико, что все эти секретари и читерогубты, они были на грани полного истощения. Они перестали есть, они перестали пить. А началось вот это вот истощение. Кто хочет похудеть, есть хорошая методика считать грехи Джагая и Матхая. Однажды это помогло целому отделу щитоводу. И в конце концов весь этот отдел, говорится, плакал от бессилия. Ямарадж однажды зашел к своим секретарям, и он увидел, что плачут все. Спасю, что вообще происходит? Не можем посчитать. Эти Джагая и Матхай, невозможно посчитать, что они творят. И в чем же то чудо? Чудо в том, что Господь считанием без труда вобрал в себя все эти грехи. И сказал Ямараджу выбросить эти списки на дно океана. И все пришли в полнейший экстаз. Отдел гулял несколько лет. Это был корпоратив из корпоративов. Больше не надо было считать грехи Джагая и Матхая. Мудрецы объясняют, что никогда прежде Ямарадж не видел такого сострадания кому бы то ни было. А Ямарадж видел все. Он видел, как прощают. Он видел, как аннулируют карму. Он видел, как все это происходит. Но никогда не видел такого прощения. Собственно говоря, Ямарадж сам был олицетворением религиозной праведности. Сам был возвышенным вайшнавом. Он хорошо знал все наставления Шимадбагаватам. Он знал все законы, все правила. Но увидев эту историю о прощении Джагая и Матхая, он впал в транс любви к Господу Читане. И он не просто впал в транс, когда ему эту историю всю рассказывали от начала до конца. Собственно говоря, ему рассказывал Читрогубта все эти тонкости. То они в это время ехали на колесницах. Полубоги любят на колесницах, вы видели, ездят все так красиво. И когда он услышал эту историю, когда Ямарадж услышал все эти события, он упал с колесницы. Он вывалился из этой колесницы. У него был такой обморок от счастья, что он не смог удержаться и выпал из колесницы. Обеспокоенные Читрогубта, другие секретари, они выскочили, попытались его поднять, как-то привести себя. Но он никак не мог выйти из этого состояния к стазу. И в это время, после этих событий, с Джагаем и Матхаем, с земли возвращались полубоги. К себе, на свои райские планеты, возвращалась огромнейшая процессия полубогов с песнями, с плясками. Не увидели эту колесницу Ямараджа? О, знакомая колесница, номер знакомый на колеснице. Что вообще происходит? Стоит колесница Ямараджа, рядом с ней лежит Ямарадж. В обмороке белый. Вокруг бегают его слуги, опахало, как-то пытаются привести в себя, бьют по щекам. Это редкая ситуация. Ямарадж так просто не падает в обморок. И здесь были все. Господь Шива, Брахман, Анташеша, Нарадамуни, все-все-все-все-все-все. И все остановились. Что вообще происходит? Какая-то очень необычная ситуация Ямараджа. В обмороке. Все вокруг бегают. С колесницы, говорят, упал. Что вообще происходит? И Читаргопт теперь им рассказал, что пришество этому событию, Господь Шива и Господь Брама. Тут же поняли, что это да, это любовь. И так проявляется любовь. Это высочайшее проявление любви. Это счастье от любви. Счастье, которое приводит к этому обморочному состоянию. Когда человек теряет чувство от того, что так сильно любит. И полубоги окружили Ямараджа. Склонились над ним. И стали петь ему святое имя. Это наш метод. Такое чувство, что он от всего вообще помогает. Это полубоги. Они стали петь святое имя. Это сразу же привело Ямараджа в чувство. И он поднялся и стал танцевать вместе с этими полубогами, как безумный экстаз увеличился. Потому что все были счастливы от этой ситуации. Все заражались этим танцем. Это было настолько удивительное зрелище, что никто не мог устоять. Никто. Все. Господь Шива, Нара Дамуни, все танцевали, все плясали. Это все увеличилось, увеличилось. Такой вихрь. Говорит, это был вихрь танца. Это надо практиковать, если есть какое-то помещение более-менее просторное. Вихрь танца должен быть. Вихрь. То есть не должно быть видно людей. Вот это Киртон. Киртон, когда людей не видно. Только так иногда глаз, ухо, глаз, ухо, пятка. Но людей не видно. Вихрь. Вихрь. Просто все смешалось в этом вихре. Сегодня, может, получится. Я не знаю. Попробуйте. Это вот традиция. Это вот традиция Киртона. Создавать вихрь. И так они все плясали, все полубоги. Так все было удивительно. И все стали кричать, и стали кричать от счастья. Мало того, что вихрь, еще все не смогли себя сдерживать. И стали крики вырываться. Крики. И что они кричали? Он друг. Все кричали, друг, друг. Господь наш друг. Он друг. Друг. Все-таки друг. Не самый страшный. Не самый наказывающий. Не самый контролирующий. А экстаз, экстаз любви состоит в том, что преданные понимают, Господь все-таки мой друг. Это тот, кто хочет проявлять это дружеское отношение ко мне. Кто ко мне по-дружески относится. И это создавало вот эту вот правильную атмосферу санкиртана. Поэтому, когда мы хотим создать вот такой действительно правильный вихрь Киртана, вихрь санкиртана, вихрь вот такого поклонения Кришне, нужно вот в этом настроении находиться, который показан в этой лиле, что Господь нам друг. Потому что только с другом можно провести настоящий Киртан. Только с другом можно по-настоящему сотрудничать в этом служении. И все плакали отчасти. Кричали, плакали отчасти. Кто уже не мог быть в этом вихре, те катались по земле. Это технология проведения Киртана. Сначала нужно добиться вихря. Кто-то должен смотреть, все, уже никого не видно. Вихрь стопроцентный. Потом все должны кричать, он друг, он друг, он друг. А потом те, кто послабее, те, кто не могут в этом вихре находиться, могут выходить в сторону и кататься по земле. Лучше со стороны на это не смотреть, неподготовленным. Но если это внутри так, то так и должно быть. И когда Господь Читания проводил свои первые Киртаны, возможно, так и было, поэтому они были закрыты на всякий случай, от греха подальше. Господь Шива, танцуя в этом вихре, не заметил, что с него вся одежда вообще слетела. И полубоги тут просто вот пришли в абсолютный экстаз, увидев, как танцует Господь Шива, потому что это не каждый день такое увидишь, это не для слабонервных, это был полный экстаз. Ганеш и Картикея, они просто вот застыли от этого зрелища. Отец, поспокойнее тут люди могут увидеть, как ты пляшешь, так что аккуратнее сегодня на Киртане. Но это тоже было такое проявление экстаза, четырехглавый Господь Брама, который полностью был предан Господу, тоже танцевал в общем кругу, и никто не мог понять, какая сейчас у него из голов, куда смотрит, он так крутился, что все пытались как-то, видимо, каждый со своей головой все время разговаривал, и тут никто не мог никак понять, с какой головой сейчас разговаривать, он так все время был в этом состоянии. Все вокруг танцевали, кардамамуни, кашьяпамуни, праджапати, дакша, бригумуни, пуласки, васишхов, сангиры, все были, все вокруг, все полубоги плясали. Мудрецы говорят, что это просто было самое удивительное зрелище за всю историю творения. Все были в состоянии такого счастья, потому что Господь показал, что нет такого состояния, состояния греховности, нет такого состояния падения, нет такого состояния деградации, в котором невозможно получить милость Господа, читай. Хариба. Так что эта история про нас. Мы не должны ее чувствовать, слушать сверху, мы должны ее слушать снизу, да, это про меня, это про меня, Господи, как хорошо, как хорошо, это про меня, прямо так не повезло, это мой последний шанс. И это будет наше правильное, смиренное состояние, Госпожитание, опять-таки, об этом говорил, как травинка, как травинка, поспокойнее, поспокойнее. Нарада Муни, Шукадева, Госвами сначала потихоньку стали воспевать имена Джагаи и Матхая. И остальные полубоги тоже почувствовали бесконечное счастье и стали еще громче вместе с ними повторять имена Джагаи и Матхая. И Киртан превратился в Киртан Джагаи и Матхая, имен Джагаи и Матхая. Ну, сегодня так не надо, а то руководство может удивиться. Не надо. Но они могли, им было можно, потому что они чувствовали это все, они понимали это все. Индра чувствовал такое сожаление, что никогда прежде не видел Игорь и Господа Читания. И говорится, вот тут он понял, для чего ему даны эти тысячи глаз. И он плакал всеми тысячами глаз. Платочков не хватило, когда тысяча глаз очень трудно вытирать слезы. И он понял, для чего он получил это проклятие от Гаутам и Муни. Потому что, когда дело дошло, до лил Господа Читани, Господь Индра всеми тысячами глазами смотрел на эти лилы. Он тысячами глазами смотрел на лилы Джагаи и Матхая. Он понял, как мне повезло, что у меня тысяча глаз. И все ему завидовали. Вот такие проклятия в обществе Вашнавов. Поэтому радуйтесь проклятием в обществе Вашнавов. Потому что, какое бы вам проклятие Вашнавы не дали, придет время, все будут вам завидовать. Так повезло, такое проклятие вот где-то же насобирал, что теперь вон как здорово повезло Индра. Он так мучился до этого, мы не будем его мучения сегодня вспоминать, но он мучился от этого проклятия. Но тут он все понял. Это тоже пример. Что бы с нами в жизни не происходило, какие бы трудности с нами не происходили, как бы нам тяжело не было, какие бы перипетии мы не проходили, мы должны понять, что это все путь под контролем Господа Читания. И это путь под контролем любви. А любовь, она такая. В любви два берега. И поэтому то сюда, то туда волны бьются. Это бесконечное количество волн между этими берегами. Один берег, берег разлуки, другой берег, берег встречи. И наше сердце все время то к тому берегу, то к этому берегу, то к тому берегу, то к этому. И эти волны никогда не успокоятся. В любви не бывает успокоения. В любви только нарастает это вот волнение. Оно становится все больше и больше. Иногда эта река выходит из берегов, затапливает все вокруг. Индара чувствовал такое великое счастье, что он катался по земле, забыв о своих глазах и об этом положении царя небес. Все глаза были в пыли. Трудно кататься по земле, когда у тебя столько глаз. Все планеты, Чандра, Сурия, Ковера, Варуна, все планеты, которые есть, все пришли. Вся астрология собралась. И все были в экстазе, все были полностью счастливы. В трактатах по астрологии говорится, что когда человек хочет полностью избавиться от своей кармы, избавиться от своего гороскопа, все, что он должен делать, просто читать историю про Джагая и Матхая. Потому что когда он читает историю про Джагая и Матхая, то приходят к нему все планеты и начинают радоваться вместе с ним. И планеты прощают ему все грехи. и им больше не интересен этот человек, они его уже своим считают. Ты наш, ты вместе с нами радуешься освобождению Джагая и Матхая. О каком наказании может идти речь, о какой карме может идти речь. И о планете разрывают его гороскоп. Говорят, теперь ты наш. Теперь ты один из нас. Если ты читаешь эту историю, все, вопрос с твоим гороскопом решен, он аннулирован. Все, его раз и удаляют мышкой. Удалили. Нет больше твоего гороскопа. А на анташеша танцевал вместе с Горудой, пел одновременно тысячи своих ртов. Один смотрел тысячу глазами, другой пел тысячу ртов. И все были в полном экстазе, кто плакал, кто смеялся, кто падал на землю. О чем можно идти? О чем еще можно говорить в этом мире? это, собственно говоря, разум говорить о самом важном. Это разум говорить о самом интересном. И история о Джагае и Матхая мудрецами считается одной из самых важных в явлении Господа Читания. Вот что значит познать милость Господа. Все эти мудрецы видели эту историю и познали милость Господа. Мы слушали эту историю уже тоже сотни раз. Почему? Мы не находимся в таком состоянии. И праздник специально создан для того, чтобы не стесняясь проявить эту радость. Сегодня можно не стесняться. Когда день не праздничный, это выглядит подозрительно. Когда человек слишком радуется, то все так на него посматривают с подозрением. Ты что такой радостный? Говорят, смех без причины, признак Майавады и так далее. Но когда праздник, это значит границ нет. Значит, мы можем радоваться в полную силу, мы можем открыться этой радостью. Можете смеяться, можете плакать, можете кататься по полу. Что хотите, можете делать, что позволено в рамках этого заведения. Но вы можете это делать и никто не посмотрит на вас. Это возможность проявить полностью все свои духовные чувства. Это милость Господа, когда границ нет, когда мы можем делать то, что мы хотим. Хотите кричать? Кричите. Прямо вот захотелось крикнуть, можно крикнуть. Даже во время лекции можно крикнуть. Сидит себе лектор, читает какую-то свою философию. кто-то Харибол! Харибол! А лектор думает, а я что, не могу что-ли? Харибол! И так с элекцией пройдет. Чего нам? Харибол! 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 Но я должен читать лекцию, я обещал, поэтому ничего не поделаешь. есть предписанные обязанности, поэтому мне бы хотелось все эти минуты кричать все время Харибол, но я обещал, поэтому должен ничего не поделаешь. Иначе черенамриты не дадут. Хотелось бы попробовать. О чем все это говорит? О том, что несмотря на все наше прошлое, а только подумайте, наше прошлое вечное. И так как мы явно совершали неразумные поступки, то у нас не просто вечное прошлое, а оно вечно глупое. И вот несмотря на наше вечно глупое прошлое, несмотря на все эти наши грехи, несмотря на нашу слабость, на нашу оскверненность, у нас есть этот шанс вернуться домой, к Богу, потому что мы еще не допустились, не опустились до этого уровня Джагая Матхая. Мы успели, мы как-то успели остановиться. Госпочитание дает такое разрешение, проверяет, ну ты лучше же, чем Джагая Матхая, да, ну такой какой вопрос, заходи, дверь открыта, заходи. Мы пускаем к нам в общество сознания Кришны любого, кто хотя бы чуть-чуть выше, чем Джагая Матхая. Если как Джагая Матхая, ну придется разбираться, придется совет собрать, совет храма, подумать, посмотреть, но если ты еще не на этом уровне, не на самом дне, тогда проблем нет. Господь Читании дает разрешение, дверь открыта. И самой большой глупостью теперь было бы не воспользоваться этой редчайшей возможностью, которая возникает только в ту калиюгу, когда приходит Господь Читании. Мудрецы говорят, это подобно амнистии, без оглядки на тяжесть статьи. Когда царь объявляет амнистию, то она обычно распространяется только на какие-то мелкие нарушения закон. Преступников, которые сидят по тяжелым статьям, амнистия обычно не касается. По амнистии не отпускают по тяжелым статьям. Но в случае с Господом Читаний амнистия была объявлена абсолютно для всех. Абсолютно по всем статьям. Такого не было никогда. И никогда такого больше не будет. Нам просто повезло. И имея вот такие статьи на себе, игнорировать эту амнистию, остаться сидеть в тюрьме просто из-за лени. Представьте, вам дали какую-то самую тяжелую статью по жизненное заключение. А может быть больше. На сто жизней вперед заключение. И кто-то вбегает, говорит, все, амнистия сегодня, выходи, дверь открыта. И человек сидит и говорит, мне лень, у меня сегодня ужин, макароны, не не могу воспользоваться вашим предложением. Я тут только устроился, только ближе к окошку меня перевели, как-то полегче стало дышать. Это просто последняя стадия безумия. Последняя стадия безумия, потому что тюрьма открыта, все двери открыты, границ больше нет. Просто выходи, абсолютно все равно, какой у тебе набор прошлого. Никого он больше не волнует. Если этот набор чуть-чуть меньше, чем у Джагая и Матхая, вопрос автоматически решен. Просто перестань раздражаться поведением окружающих тебя людей. Прояви свою любовь хотя бы на минимуме. Попробуй прожить день, не раздражаясь окружающим, потому что это будет минимальный уровень любви, и ты почувствуешь, как милость Господа читания раскрывается в твоем сердце. Потому что для минимальной санкирты, для минимального сотрудничества, для минимального проявления любви надо хоть что-то делать, работать над собой, хоть немножко потрудиться. Труд должен присутствовать. И это наш труд. Когда я вижу, что меня что-то раздражает, кто-то раздражает, я должен понять, что причина во мне, я хочу быть Богом, я хочу занять место Господа читания, а этот неверующий в меня атеист раздражает меня. Мы не любим атеистов, потому что они в нас не верят. Не потому что они в Бога не верят, они в нас не верят. И это раздражение должно пройти, оно должно покинуть мое сердце, и тогда ничто не помешает прийти Господу читания и действительно занять это почетное место, почетный трон, занять его навсегда. И ничто не заставит его уйти, потому что это его место по праву, потому что он всегда был на этом месте, потому что наши взаимоотношения вечны, так же, как наша душа вечна, так же, как любовь вечна, так же и взаимоотношения между душой и Богом точно так же вечны. Шрила правхупада ки джай нитай гоура приманандум харибо С праздником! Спасибо большое! Надеюсь, у вас будет хороший вечер! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ